Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Анастасии Терехова. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Сегодня правительство Тюменской области, администрация города Тобольска и Сибурхолдинг заключили трехстороннее соглашение о взаимодействии для реализации комплексной программы развития городской среды в исторической столице Сибири. Документ скрепили подписями губернатора региона Александр Муор, председатель правления Сибурхолдинг Дмитрий Конов и глава города Максим Афанасьев в присутствии полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. В рамках программы будут определены и реализованы ключевые мероприятия социокультурного развития Тобольска до 2030 года. В новой программе предшествовала работа в рамках программы «Тобольск-2020». Благодаря ее реализации город переместился в рейтинге Минстроя России по комфорту для жизни 63-го места в первую пятерку в категории «Средние города». В рамках этой программы ставится очень амбициозная задача набрать 360 баллов по индексу качества городской среды. Это максимальный балл, который сегодня может дать федеральное министерство Минстроя России, оценивая тот или иной город Российской Федерации. Задача, я считаю, очень правильная, очень амбициозная. У Тобольска сегодня есть для этого все перспективы, чтобы этого результата достичь. Основными фокусами станут проекты благоустройства и озеленения города, развитие общественных пространств, реставрация памятников исторического наследия и создание условий для повышения туристической привлекательности. Тобольск посетила делегация Нижнекамского района Республики Татарстан. У городов много общего. Недавно предприятие Нижнекамск-Нефтехим вошло в состав Сибура. В течение двух дней гости знакомились с Тобольском, посмотрели воочию, как была реализована программа «Тобольск-2020». Подробнее смотрите далее. Все объекты программы «Тобольск-2020» за один день посмотреть сложно. Их несколько десятков в городе. Делегация из Нижнекамска познакомилась лишь и с их малой частью. Например, отделение развития архитектуры и дизайна детской школы искусства имени Алябьева. После реконструкции здесь появился класс компьютерной графики, музыкальный зал, кабинет архитектурно-художественного творчества, выставочные и кинозалы. Заниматься круглый год в комфортных и безопасных условиях теперь есть возможности у любителей трюков на велосипедах, роликах и скейтбордах. Также благодаря этой программе в Тобольске появился крытый скейт-парк «Максимум». Мы приятно удивлены состоянием всех объектов социальной сферы, которые нам сегодня показали. Есть чему поучиться. У нас тоже есть новые школы, есть свои изюминки, но обмен опытом он всегда приводит к чему-то новому. По той же программе возвели школу на 1200 мест и детский сад. Обе объекта загружены на 100%. Программа «Тобольск-2020» была реализована в течение трех лет администрацией города и правительством Тюменской области при поддержке Сибура. За это время в городе были построены, капитально отремонтированы или прошли реконструкцию более 40 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и городской среды. Мне, как руководителя, очень важна вовлеченность тех предприятий, учреждений, которые работают в любом городе. И вот я заметил, что здесь Сибур не просто сторонний наблюдатель социальной жизни города, а является партнером города. И вот самое важное для меня даже не сколько начинка зданий, что сделано, а важно то отношение, которое проявляют те компании, которые работают в городе. Накануне делегация администрации Нижнекамска делилась планами, обсуждали вопросы развития с руководством Тобольска. Оба города тесно связаны с нефтехимической отраслью, а недавно предприятие «Нижнекамскнефтехим» вошло в состав Сибура. Гостям нашим очень понравилась реализация вот таких программных мероприятий, больших, которые проходят в городе. Ну и, конечно, мы тоже учимся, принимаем тот опыт, который нам транслируют, поскольку тоже есть в Татарстане очень интересные идеи и очень интересные содержательные муниципальные практики. В настоящее время в рейтинге «Минстрой России» по комфорту жизни в категории «Средние города» Тобольск входит в первую пятерку. Гостей из Татарстана он впечатлил, у них появилось желание сюда вернуться и показать его своим близким. Светлана Галикова, Елена Макова, Михаил Куричко, Тобольское время. В Тюменской области выявили 14 случаев омикрона, а всего в регионе за прошедшие сутки 818 заболевших коронавирусом выздоровел 91 человек. По мнению специалистов, эпицитуация в регионе ухудшается. Заболеваемость на этой неделе по сравнению с предыдущей выросла на 56%. Очень важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих. Мыть руки, носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, постараться избегать массового скопления людей. И самое главное – вакцинироваться и своевременно пройти ревакцинацию. С 31 января по 12 февраля школа Тюменской области переводит на онлайн-обучение. Сегодня такое решение принял оперативный штаб региона. Школьники и студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования, переходят на дистант. Также в регионе приостановлены очные занятия в секциях и кружках. Ученикам из льготной категории будут выданы продуктовые наборы. Вузам рекомендовано также перевести студентов на удаленный формат обучения. Детские сады продолжают работать в штатном режиме. К онлайн-обучению готовы и школы Тобольского района. В них активно развивается цифровая среда. Накануне Сетовская школа получила компьютерный класс. Три кабинета оснастили интерактивным комплексом и видеокамерами. Помогают ли они школьникам учиться, а педагогам учить, выяснила Ольга Куричко. В познании окружающего мира эти второклассники делают первые шаги. Но в цифровых технологиях они, пожалуй, наравне со старшеклассниками. Легко и просто малыши погружаются в виртуальную реальность. Онлайн-платформы, как живые учебники, помогают школьникам быстро усвоить знания. Учро – это платформа, где мы можем позаниматься. Мы там смотрим всякие планеты, и мы смотрим про животных, про русский язык, про цифры. Начинается урок традиционно – с чистописания. Дети выполняют задания по учебнику. То, чего в них нет, находят с помощью цифровых инструментов. При помощи всей этой техники разнообразить можно учебный процесс, различные презентации можно сделать, интерактивные какие-то игры. Повышается у них интерес к учебе благодаря вот этим всем упражнениям, платформам. Сетовскую школу оснащают цифровым оборудованием уже не первый год. В этот раз в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» здесь получили компьютерный класс. 14 рабочих мест, 3 учебных кабинета оборудовали интерактивным комплексом и видеокамерами. Сетовская школа стала участником апробации по федеральной системе «Моя школа». Вот она единственная школа в Тобольском районе. Педагоги и дети школы получат доступ к высококачественному, верифицированному контенту по всем учебным предметам. Также в 2022 году планируется организация IT-инфраструктуры школы. То есть будет обеспечен Wi-Fi доступ во всех учебных помещениях. Вы один разделили на 7 кусочков, а второй разделили на 15. Цифровая техника не только в классе информатики. Вот на уроке истории изучают тему присоединения Сибири к России. На мониторах сразу появляется карта 16 века и коренные жители. Аналогичное оборудование есть и в прииртышской школе. Высокоскоростным интернетом обеспечены почти все учебные заведения Тобольского района. Учителя и ученики оценили видеоуроки и возможность общения в чатах. Мы проводим и родительские собрания, и конференции в режиме Zoom, Teams. В ближайшее время здесь будут развивать робототехнику. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. При Центре Сибирско-Татарской культуры создан попечительский совет. В него вошли юристы, педагоги, предприниматели. На первом заседании выбрали председателя. Наметили курс дальнейшей работы. Подробности в следующем сюжете. В 90-е годы прошлого века Мадинао Разметова стояла у истоков национальной автономии татар. При Центре Татарской культуры реализовала свои творческие проекты. Создала здесь ансамбль, драматическую студию. И теперь вновь поставила спектакль на татарском языке. Она всей душой радеет за родное учреждение. Попробуем мы через администрацию районов, вот, города Тюмени, Вагайского района и другие, Ромашевский район мы хотим захватить. И попробуем там договориться с администрацией и будем ставить вот этот спектакль. Те, которые были на первом спектакле, настолько были воодушевлены, настолько загорелись. И они говорят, еще показывайте, ставьте еще. Ну, конечно, я крылилась. И сейчас второй спектакль я начала. Здесь созданы семь клубных формирований и два ветеранских объединения. Занимаются хореографией, вокалом, декоративно-прикладным творчеством, а также изучают родной язык табаляки от 3 до 87 лет и старше. В прошлом году было проведено более 140 мероприятий. Татарский центр – это такая емкая тема, да. Она представляет интересы всего татарского населения здесь. Не только в городе Тобольске, а в районах в Тобольском, Вагайском, Увадском, Ярковском. Пришло время дать импульс новый татарскому центру, поддержать его в новых проектах. Самое, наверное, первое – это освещение деятельности татарского центра. Вот еще один проект они запускают по родословным, по семьям, по династиям. А многие семьи бы участвовали в этом мероприятии, в этом конкурсе. Показали бы свой тугум. Тугум – это род свой. В Попечительский совет Центра сибирско-татарской культуры вошли представители науки, администрации, педагоги, предприниматели, юристы и общественники. На первом заседании обсудили план мероприятий, вопросы взаимодействия и стратегию развития. Совет позволяет при необходимости реализации тех или иных проектов, при тех или иных проблемных вопросах возникающих, привлечь специалистов, специалистов узкого профиля, специалистов, которые могли бы поддержать не только в проведении мероприятий в организации, но могли бы дать какую-то методическую рекомендацию, методическую помощь. И я думаю, что вот этот совет, совет на сегодняшний день, он является фундаментом. Совет поможет Центру сибирско-татарской культуры сохранять традиции и творчество своего народа и идти в ногу со временем. Елена Макова, Михаил Куричко, Тобольское время. Остались считанные дни до завершения голосования по выбору территории для благоустройства в Тобольске. Жемчужины Сибири вновь принимают участие во всероссийском конкурсе Минстроя России. Лучший проект по созданию комфортной городской среды получит финансовую поддержку. Предлагается обустроить Александровский сад в Нижнем посаде Тобольска и сквер имени Ивана Беспалова в 4-м микрорайоне. Отдать свой голос можно на сайте тобольскрешает.рф. Большая возможность именно для жителей города, потому что они сами могут выбирать, каким именно они хотят видеть свой город. Проголосовать можно по 31 января включительно. Спонсор прогноза погоды – магазин тканей и штор «Ассоль». Магазин «Ассоль». Большой выбор телегардинных, портьерных тканей и фурнитуры. Пошив штор, ламбрикенов, покрывал. Еженедельное поступление товара. Выезд дизайнера бесплатно. Мы по новому адресу. 7-й микрорайон, дом 37. Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи. В выходные в Тобольске переменная облачность. Небольшой снег. В субботу днем минус 13-15 градусов. В воскресенье минус 12-13. В ночные часы средняя температура воздуха составит минус 14-17 градусов. Ветер юго-восточный дует со скоростью 1-2 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова